Добро Мысли неприлично. Мы и не будем. Наши герои выскажут свои мудрые, креативные, умные мысли вслух. Итак, телевизионный толковый словарь. От А до Я. Азарт-азарт-урознь. Азартно. И многим не по плечу именно потому, что люди ограничивают себя какими-то субъективными, наверное, каким-то недопониманием или страхом, что их недопоймут. Мне это не страшно, мне интересно мнение окружающих, даже если это будет не самое положительное мнение о моих работах. Читать стихи свои я не умею. Но я с легкостью их даю читать другим людям. И когда у меня были презентации моих сборников, я с удовольствием слушала, как читают мои стихи другие. Что касается творчества, то творческий человек в первую очередь это счастливый человек. Человек, который реализовывается. Человек, который не просто что-то делает, а может этим поделиться с другими и быть при этом счастливым в понимании. В полученном понимании, в полученном одобрении, где-то в спорах, возможно. Ну, наверное, так. Абсолютно все мои фантазии, видимо, переросли в мечты. Это немножко разные понятия, на мой взгляд. И все мои мечты реализовались. Много лет назад, когда я начинала работать тренером, я мечтала о том, чтобы у моих учеников были хорошие учебные пособия, чтобы это было понятно и доступно для них. Для того, чтобы все это получить, я ходила по магазинам и приобретала различную литературу, которая, к сожалению, никак не могла использоваться вот так вот широко, особенно с малышами. Ну, ничего страшного. Поработав 13 лет, я написала сама книги, реализовала их, издала, и поэтому мои мечты абсолютно реализованы. Я по гороскопу Водолей, и в гороскопе написано, что это как раз такие вот те люди, которые живут интуицией. Бывает так, что я себе каждый день, в общем-то, я пишу себе план работы, потому что очень много всяких задач на день, и иногда я не знаю, с чего лучше начать. Вот элементарно, приехав в город Пятигорск, мне нужно попасть параллельно в два места. Я не знаю, куда же лучше, куда точнее, и я могу спокойно ориентироваться на тот трамвай, который придет первым. Если это придет трамвай по одному маршруту или по второму, я поеду и однозначно буду права. Ну, это такой простой пример. На самом деле интуиция подсказывает и людей, с которыми необходимо общаться. Интуиция подсказывает, как правильно поступить в той или иной ситуации. И если ты сомневаешься и не соответствуешь тому, что тебе интуиция подсказала, то, к сожалению, часто и пролетаешь мимо того, о чем мечтал. К сожалению, конечно, я сталкивалась с завистью в отношении меня самой. И зависть эта была такая скрытая, потому что люди побаиваются меня, и откровенно сказать мне в лоб, что вот ты вот тут вот нехороша, побаиваются. Поэтому делают очень подлые, такие скрытые гадости, которые, в общем-то, легко всплывают. И другой бы человек, наверное, бы нервничал и переживал, а я, я и за что. Я понимаю, что человек, который делает мне неприятность, вместо того, чтобы сказать о каких-то своих сомнениях или о каких-то своих претензиях, если он делает мне гадость за спиной, то это просто завистливый и недалекий человек. Я с этим не борюсь, я это принимаю спокойно, и оно быстренько отваливается. Человеческая глупость – это отличная черта людей, потому что, если бы не было человеческой глупости, то никак нельзя было бы выявить умных людей, никак нельзя было бы сравнить себя ни с кем другим. Я делаю много глупостей, которые впоследствии становятся вполне талантливыми, хорошими вещами. Абсолютной глупостью можно назвать даже то, что я пришла в спорт, потому что ни в коем случае я не планировала стать чемпионкой. Я просто хотела уметь драться. Ни в коем случае нельзя назвать правильным и твердым решением то, что я решила писать и потихонечку пишу. Это, конечно же, глупость. И мне казалось глупым показать эти работы кому бы то ни было. Глупым, страшным. И выглядеть глупо, когда ты показываешь свои работы. Но потом, пересилив всю эту глупость, показав все это, выясняется, что это совсем не глупость, что это даже где-то хорошо, где-то интересно. Вокруг меня огромное количество жестоких людей. В основном это мужчины, которые боятся, что женщина может выглядеть достойнее, чем они. И тогда мужчины начинают очень жестоко себя вести, неподобающее именно званию мужчины. Это я бы назвала мужланы и мужики. Но, к сожалению, такие и есть. Я тоже с этим не борюсь. Это всем понятно. И люди, которые вокруг меня, прекрасно понимают, что мужчина – это человек, который несет женщину. И в ее достоинствах, и в ее слабости. А мужланы, которые завидуют или топчут, ну ничего страшного. Жизнь все расставит на свои места. И их место будет гораздо ниже моего. Пьедестал для меня понятие вполне четкое. Это три ступенечки. Первое, второе, третье место. На данном этапе жизни для меня пьедестал – это счастье видеть своих учеников на вот этих самых ступенечках. Что касается творческой жизни, личной жизни, то как-то… Вот мне кажется, что я все время на первом месте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»